Пешеходы и водители соблюдайте правила дорожного движения. В Ненецком округе продолжается череда профилактических мероприятий по выявлению нарушителей на дороге. Какие нарушения допускают водители региона, расскажем в следующем сюжете. Только за январь текущего года на дорогах округа количество ДТП с пострадавшими увеличилось на 400% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Данное мероприятие проводится госавтоинспекцией на постоянной основе и вызваны ростом дорожно-транспортных происшествий в 2022 году, в которых пострадали люди. По итогам января в округе зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. В аналогичный период прошлого года данных дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано не было. На сегодняшний день с начала текущего года на дорогах округа произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Выявлено 202 нарушения правил дорожного движения, в том числе с помощью фото-видео фиксации. Установлены 4 водителя, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе 3 случая повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также во время профилактических мероприятий выявляется ряд других нарушений. Нарушение требований правил дорожного движения – это не пристегнутые ремнями безопасности водители, пассажиры, перевозка детей без удерживающих устройств и не пристегнутые ремнями безопасности. Также одним из самых частых правонарушений является затемняющая пленка на боковых и лобовом стеклах транспортного средства, светопропускаемость которой менее 70%. На сегодняшний день на территорию округа зарегистрировано более 16,5 тысяч транспортных средств. Также есть и незарегистрированные, которые, несмотря на все запреты, продолжают передвигаться по дорогам. По итогам января 2022 года была прекращена регистрация 34 транспортных средств и 17 из которых продолжают двигаться по дорогам города. На данную категорию транспортных средств госавтоинспекции обращается особое внимание. В адрес автовладельцев, управляющих транспортным средством без регистрации, применяются особые санкции. Также сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем водителям и пешеходам. Быть максимально внимательными на дорогах округа, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и избегать резкого торможения. Также необходимо обратить особое внимание на безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. Берегите себя и своих близких.